То сначала хотели всех в дистант, когда дистант закончился, все хотели в очку. Я вообще не понимаю, как можно преподавать онлайн. В людей надо верить, понимаешь? Преподаватель может быть не креативным. Нужно быть креативными в готовке своего материала. Таких преподавателей любят, да, а любовь творит добро. Модель дистанта, она вполне себе применима для достижения высоких образовательных результатов. Ну, это будет сенсация, конечно. Слушайте, ну, интересная сейчас происходит история, на самом деле, со всеми делами. Ну, последние два года интересная, да, с высшим образованием. То есть вроде все как бы шло, о чем-то говорили, что-то есть тренды, тенденции, там, цифровизация. А последние полтора года все бахнуло, и непонятно вообще, что будет дальше. Или понятно? Тебе понятно, что будет дальше с высшим образованием? Ну, про все высшее образование я бы не стал говорить, да. Если вот речь про дистант, я думаю, дистант останется, но парциально. То есть кусочками. Я думаю, что сейчас назрела такая, знаешь, как бы ситуация, настроение, да, когда людям хочется вернуться в очку. Это уже не первые, кстати, такие качели, да. То сначала хотели все в дистант, когда дистант закончился, все хотели в очку, потом вышли в очку, все быстро поняли, а как хорошо было в дистанте, значит, попросились обратно, да. Вот рано или поздно вот эта вся муть должна осесть, и мы должны найти какую-то рациональную такую, рациональную пропорцию. Ну, сейчас трудно себя заставить поехать на лекцию в здание, да. То есть зачем мне тратить полтора часа на дорогу, чтобы послушать человек, ну, лектора, преподавателя вот за столом? Почему я не могу дома послушать за столом? Я так честно скажу, да, вот прям положа руку на сердце, вот у меня главный вопрос последних полутора лет, да, что мне надо делать в очке, чего я не могу сделать в дистанте, как преподаватель. Ну, в очке, в смысле, вот в живьем. Живьем, face to face, да, аудиторно. То есть вот что мне надо в аудитории, да, чего я не могу реализовать в дистанте. Я понимаю, там, понимаешь... И ответ. А тут едет и говорит, вопрос. Вот, то есть нет, ну, серьезно. Одно дело, когда мы там говорим про детишек, да, там младшие классы, там еще там. Там, да, там, конечно, лучше такое живое взаимодействие. А вот, например, мы работаем с магистрантами, у нас сейчас вот новая магистратура, из 30 регионов люди. Понимаешь, ну, когда бы у них появилась такая возможность, да, полноценно поучиться, там, в столичном университете, получить полноценное образование, да, если бы не дистант. Потому что это серьезный вопрос. Тем более, что сейчас технологии, они, мне кажется, настолько вариативные и вообще богатые. То есть дистант хорошо? Ну, я в этом плане, конечно, сторонник дистанта, однозначно, да. Приятно дома остаться? Тут по-разному. Иногда вот лучше приехать на работу, да, чтобы... А, это недавно пошла тема обсуждения, да, как бы главная проблема тех, кто работает в дистанте из дома, да, это то, что домашние не понимают, что ты работаешь. Ну, серьезно, дети там, жены, да, так сказать. Ну, это знаменитая же тема, вот, самоизоляции первых дней, когда люди, типа, работали, и там появляются какие-то родственники, там, муж в трусах пройдет на фоне работающих. Да, это-то не самое страшное. Нет, здесь больше с точки зрения ценностей. То есть вот, когда твоя семья, вот, она же тебя как воспринимает, да? Не то, что ты там преподаватель, там, начальник. Если ты дома, ты там папа. Если ты дома, ты не работаешь, да. Вот, вот, посадить пятую точку в кабинет, да, это работа. А вот эта вся интеллектуальная активность, это, как бы, непонятно что. Ну, вот, и вот это вызов такой определенный, то есть научиться правильно относиться к дистанту. Слушай, ну, я могу сказать, что когда вот до всех этих наших эпидемиологических проблем, когда мы пытались, там, перевести часть совещаний или, там, даже часть занятий в такой дистанционный формат, нифига не получалось, потому что, ну, не было такой мотивации, не было стимула действительно опробовать эти технологии. Соответственно, мы не могли преподавателей склонить к тому, что вот это может быть хорошо, может нести свои плюсы. А когда у нас настала вот эта вот самая тяжелая ситуация, то тогда мы сразу же, когда уже выхода не осталось, мы начали видеть те или иные плюсы во всем этом. И, конечно, на мой взгляд, плюсов довольно большое количество. Разумеется, есть, как ты правильно сказал, те занятия, которые довольно сложно проводить без присутствия в аудитории. В частности, вот, я знаю, что Институт естествознания, так как у них закрыт сейчас бассейн, вот они проводят теоретические занятия по плаванию вне бассейна. Дома не поплаваешь. Да, дома, ну, в зависимости от того, ванны или душевая кабина у тебя, но тем не менее. В душевой кабине вообще не поплаваешь. Ну, ну, тут, смотрите, тут есть просто вот ряд действительно там институтов, направлений, где без очки не обойтись. Вот, например, спортсмены, музыканты, артисты. Это, конечно, понятно, как бы обучение, которое требует точки, да? Я говорю, возраста разные надо учитывать. Но вот в гуманитарной сфере в целом, вот, дистант он в этом плане и выручает, и он заставляет преподавателя переформатировать свою работу. Сейчас такой термин появился, мне очень понравился. Я его встретил у Дениса Коначука из школы, Сколкова из бизнес-школы, вот, называется доставка контента, да? То есть вот у нас главная критика дистанта в чем заключается? В том, что все работают, ну, не все, а многие до сих пор работают в логике доставки контента. То есть вот презентация, и я что-то там час-двадцать вещаю, да, ты сиди и слушай. Понятно, что это вызывает и отторжение, и критику, да? И поэтому сейчас, ну, так сказать, во всем мире ставят вопрос, как переформатировать в логику интерактивности, как вовлекать, там, студентов, да, там, как организовывать всякие, там, мозговые штурмы и так далее. Правильно? А это же все было. Ну, вот, мне кажется, это сейчас многие ругают дистанта, те, кто ругают дистанта, говорят, что вот есть говорящая голова, которая что-то неинтересно рассказывает. Но если вспомнить доковидные времена, когда был преподаватель в аудитории, все то же самое было в аудитории, проблема вообще осталась та же самая. Мне кажется, тут еще проблема в самом типе восприятия этого контента. То есть когда там мы смотрим лекцию в виде видеозаписи, то мы не можем ее воспринимать там полтора часа разом, потому что мы уже привыкли там к коротким роликам, коротким видео там на ютубе, где угодно. Мы смотрим пять минут, десять минут, там короткая сжатая информация, которую мы получаем, можем воспринять. А когда берутся лекции и без специальной подгонки под онлайн-формат тебе просто транслируется, конечно, это теряет. Тут, смотрите, тут на самом деле есть нюансы. Как-то в деталях скрывается дьявол, да? То есть первый вопрос, когда мы работаем в логике вот такого проективного подхода, то есть пытаемся перенести старую очку в дистанта, значит, здесь первый вызов, который возникает, это с каким контентом ты работаешь. Но бывает сам по себе контент такой интересный, что он может действительно долго держать внимание. Почему важно там красивые презентации делать, какие-то там провокации, там цеплять чем-то, да? То есть качество контента. А второе – это артистизм преподавателя. То есть мы знаем, что есть такие звезды, да? Вот ему ни презентации, ничего не надо. Вот он вышел, так сказать, полтора часа поет. Да, и всех держат. Реально держать внимание – это прям теоретически возможно. Это реально, да? То есть даже из-за идеального преподавателя, он суперзвезда, артист, и у него все продумано, то есть реально прям полтора часа держать внимание. Или все-таки невозможно это делать? Нет, ну, знаете, такие преподаватели никогда не вещают монотонно, да? Ну, монотонно я имею в виду не в смысле голоса, да? А монотонно, что он взял одну линию и поет. То есть, как правило, такие преподаватели, они всегда диалогически работают. То есть они вопросы задают, проблематизируют, да? И это, на самом деле, очень эффективно. Вот я могу вам пример привести по нашей магистратуре. Вот у нас две магистратуры – развитие детской одаренности и развитие личностного потенциала. Вот я, например, работаю, у меня есть заготовленные фишки, рояли в кустах такие, да? То я наберу, например, кейс. Ну, при этом, даже могу на эфир сказать, да? Документальный фильм про Нику Турбину. Ну, такой яркий пример одаренной девочки, которая, к сожалению, очень печально закончила, да? Я говорю, ребята, я вам не буду давать заранее его смотреть. Почему? Потому что мне важно, чтобы мы сейчас вместе с вами его отсмотрели и по горячим следам разбирали. Потому что если вы вот эту эмоцию потеряете, да, вот эта эмоция, она привносит такой горячий анализ, что называется. И поскольку там драматическая история разворачивается, да, действительно очень здорово анализируешь. При этом подключаем еще дополнительные инструменты. Вот, например, если мы в Microsoft берем записную книжку класса, класс ноутбук вот эту, да? И вот они у меня там, например, там есть индивидуальные разделы каждого, да? Люди самостоятельно анализируют, они не знают, как другие анализируют. И потом начинается обсуждение, вот заходит просто на ура, да? И вот есть такие кейсы, которые, вот где сам контент, он тебя удерживает, а плюс, если еще после этого идет вот такая движуха, да, то есть, конечно, там преподаватель, он это дело модерирует, да, он там где-то расставляет смысловые акценты. Ну вот, и мы здесь отрабатываем вот это, то, что сейчас называют там компетенциями, да, то есть и аналитические различные компетенции, да, и системные компетенции, то есть компетенция системного мышления. И это может заходить. То есть, но тут есть, опять же, специфика предмета, на котором ты работаешь. Понятно, в гуманитарной сфере это проще, ну, наверняка там физиком или кем-то будет сложнее у них, наверное. Слушай, ну вот если мы говорим про аудиторию, когда там преподаватель дает такие активности, ну, в данном случае, если ты говоришь про совместную доску, там, прочее, то это одно. В аудитории проще с той точки зрения, что ты проще получаешь обратную связь. То есть ты видишь, как воспринимают твое материало, любой преподаватель может каким-то образом там, либо что-нибудь вернуть в свои лекции, либо там кого-нибудь спросить. А в дистанте часто бывает, что студенты выключают камеры, мы не знаем, что они там делают, что она, может быть, там, студентка кушает, как у нас было написано. А может быть, она не у компьютера и не может принять участие. А может, это вообще не она? Может, это не она, а он. Слушайте, а вы, вот, вы же преподаете, да, в отличие, вообще, подпозорили необразованный человек, вы заставляете включать камеры? Есть правила включенной камеры? Смотрите, вот это важный момент. Как и все мы на старте. Вообще, на самом деле, первый локдаун, я как сейчас помню, 23 марта 2020 года. Ты его рассмотришь, как первую, светлую или не очень, да? Нет, это была шоковая история, потому что она у меня там связана с одними вещами, но это, если зайдет разговор. Так вот, по поводу требований, то есть все преподаватели в дистанте обожлись на то, что не включают камеры. Вот, поэтому мы, например, вот на новых потоках в магистратуре, мы сейчас первым делом что делаем? Значит, у нас есть слайд, да, на котором прописываны требования. И одно из требований, то есть это до начала занятий, да, это такая установочная встреча с магистрантами, у нас там три программы, мы собираем там гурь-буды, вот, и говорим, ребята, значит, вот это обязательные правила, среди них есть выключенная камера приравнивается к отсутствию на занятии. Вот, и я еще дополнительно делаю, я Forms завожу в Майкрософтский, да, поскольку он авторизовывает, это не Google, там, какие-нибудь формы, да, как сейчас недавно встретил опечатку Google Forms, вот, то есть у меня все авторизуются, то есть я знаю, кто, да, и они, грубо говоря, подписываются, они говорят, я согласен с правилами поведения на занятиях. Передаю все свое движимое, недвижимое. Вот, паспортное. Да. Я отказываюсь использовать Google Forms, там. И слушайте, и работает, вот, по факту работает, вот, у нас сейчас вот эта новая магистрация... Даже на лекции включать должны камеру. Да, да, 60 человек у нас сидит, и у нас 60 человек... Ну, сейчас в Teams тоже видно, 60 человек уже видно. Да, да. Можно сделать, да, там, в специальном режиме можно сделать. Раньше нельзя было в 20-м году такое делать. В 20-м году, ну, сейчас развивается. Сейчас знаешь, сколько в Teams нового? Да. Столько фишек. Ну, конкуренция, конечно. Отдельно, конечно. Конечно. Нет, а там, ну, я обычно делаю, я так вот, я включаю не в Zoom-овском режиме, да, а я их просто сажаю в класс. У нас такие красивые прям скрины, у меня там заначки есть. Ну, я вообще не понимаю, как можно преподавать онлайн, вот в Teams или неважно где. Ну, конечно, в Teams. И не просить включать камеру. Как можно общаться? Я тебе могу сказать, что я представляю, потому что мои не всегда включают камеры. Во всяком случае, они включают камеры, когда что-то говорят. Во всяком случае, это... Ну, это нормально? Это обязательно. Тебе комфортно? Мне не очень комфортно, потому что я не вижу, что происходит. Один раз из приятных бонусов, что они иногда случайно включают камеры. То есть у меня на занятии студент случайно включил камеру, он там едет в машине одновременно, ест что-то из Макдонинса и слушает меня иногда. Вот, поэтому иногда бывает забавная ситуация. Ну, подожди, а это норм? Это я, я каждое занятие повторяю, что дорогие ребята, включите камеры, но не всегда работает. Вот поэтому, да. А у Романа они ставят галочку, тут уже как-то. Да, ты расписался. Я просто педагогический лайфхак просто себе заберу. Дорогие друзья, включайте камеру, а он с выключенным микрофоном, мне двойной чизбургер. И кол, пожалуйста. Нет, я больше того скажу, мне иногда в личку магистранты пишут, они говорят, вы знаете, у меня сегодня интернет плохой, можно я сегодня без камеры посижу? Это так греет душу вообще. Нет, серьезно. Ну, понятно, по техническим каким-то, у кого-то интернет слабый, он включает камеру, у него там все зависает, да? То есть, ну, понятно, идем. Я сейчас не преподаю, у меня сейчас нет, их часов уже давно нет, много лет, но у меня бывают всякие разные мастер-классы со студентами, там что-то там по публичному выступлению, там вот были там какие-то лекции, как писать положение для конкурсов студенческих. И у меня была группа, человек 20, и никто не включил камеру в Тимзе. И я не смог работать так. То есть, я просто не могу работать, не понимая, кто меня слушает, как меня слушать. И когда я сказал, включите камеру, три человека включили, 17 не включили, потому что они просто не готовы ее включить. Да, конечно. А поэтому и нужно, вот знаете, я говорю, здесь же ведь вопрос в чем? Когда ты идешь в аудиторию или в дистант или еще куда-то, сам надо спроектировать, что ты будешь делать. То есть, конечно, есть звезды, которые идут на экспромте, да? Ну, там у кого-то там опыт заготовлен, еще что-то. Вот, но вот я понял, что любой проект, который связан с дистантом, его надо прямо досконально прописывать. Ну, вот мы сейчас запустим буквально там 3 декабря, у нас будет установочный вебинар по вот этой Олимпиаде «Я профессионал». У нас там новое направление, это классный руководитель. И мы уже сейчас готовим специально там дорожную карту. Форму. То есть, это все должно быть прописано, да. Фоны, понимаете? Вот опять нюанс, да? Интересный будет вебинар, да? Ну, я надеюсь. Мы, по крайней мере, отработаем, как, либо хорошо, либо никак. Вот я в этом плане все оставил в позицию. Но это наш девиз. Либо хорошо, либо никак. Ну, знаете, вот тут тоже нюанс такой, чисто. Но лучше чаще было хорошо. Вот мы, например, наших всех магистрантов сейчас, тоже одно из требований, чтобы они в эфир выходили с фоном. Мы специально разработали фон программы, логотип университета, название магистрской программы. Вот вы сами вынуждаете выходить из торгового центра. Сидит в торговом центре и поставил фон. Теряется много забавных ситуаций. Вы просто... Нет, ну это не мешает там кошечкам выходить в эфир. Кстати, вот я, например, очень люблю, когда дети появляются. Некоторые там что-то трясутся. Жизни или у медистрантов. В Дистане, нет. Это процесс или явление. Мы все здесь подпишемся в этой студии. Нет, ну часто бывает, да, вот магистрант сидит, ну понятно, мама там, да, вот у нее ребенок там в эфир выходит. Я все-таки истории обыгрываю. Да, я говорю, ой, а ты там позовите в эфир, да, там говоришь, тебя как зовут, сколько тебе лет, да, вот. А ты какую-то тему же обсуждаешь. А как ты считаешь, вот что это такое там? И вот это детское непосредственное видение, оно эмоцию хорошую привносит. Знаете, вот сейчас там народ все время, так сказать, жалуется, что в Дистанте нет эмоций. Я не знаю, какими руками делается этот Дистант, у кого нет эмоций. У нас все очень эмоционально происходит. Но это те самые перебивки, которые в живой лекции были бы, когда преподаватель там решил анекдот рассказать по старинке. Нет, в живой лекции ребенок войдет войдет. Да, да, то есть в онлайне ребенок входит в магистрант, а в живой сам преподаватель что-то привносит. Не, ну бывают же студенты, которые тоже зажигают. Зажигают, да. Школадку разверняют. Когда вот первый, так сказать, переход был на этот Дистант, там были новости, что преподаватели, чтобы разведить обстановку, попросили студентов взять своих домашних животных, показать там и прочее, смотря на собачьи кошки. Студенты ходили к соседнему, говорят, дайте собаку на 5 минут. Ну есть преподы, у которых очень классные заначки на эти случаи. Начинают, если там с детишками, там разминка пальчиков или сходи на кухню, там принеси какое-нибудь предминение. Ты точно магистров ведешь? У меня жена с детьми работает. Слушайте, ну вот в связи с этим, а не возникнет желание у преподавателя, они такие поработали в дистанции, говорят, слушайте, а зачем вообще я выхожу вот на такой дистанции, потому что вообще запишу все свои лекции, пусть они берут их и слушают. То есть вообще зачем я трачу каждый раз свои силы? Ну к этому идет. То есть нельзя сказать, что до этого дойдет до конца. Посмотрите, тут нюанс, да? Вот опять, одно дело, когда мы говорим про доставку контента, тогда да, ты записал лекцию и так далее. Но ассоциацию проведу, это я все время в интервью у этого Васильева, Александр Васильев, группа «Сплин», да, когда он говорит, вам не надоело петь одну и ту же песню, там, десятилетие там, да? А он говорит, нет, я каждый раз, когда выступаю, я ее пересочиняю заново, да? Потому что мое сердце отдышалось немного. То есть не снять пошло. Вот, так и здесь, вот преподаватель, когда идет, если он талантливый, креативный преподаватель, он никогда не будет, понимаешь, ты вот возьмешь там три лекции, да, они все будут разные. Потому что где-то ассоциативный поток тебя унес, где-то какой-то акцент появился важный, который надо расставить. Где-то интернет пропал, да? Вот, нет, серьезно, и, понимаешь, о том хорошем преподавателю, самому скучно одно и то же читать. Вот я вот сейчас выступаю, у нас большая программа есть, совместно со Сбербанком, программа по развитию личностного потенциала. У меня там есть лекция, да, там, креативное мышление управленцев. Мне тошно третий раз читать одно и то же, да? Да, вот я в каждую новую встречу с новым регионом, я добавляю что-то новое, где-то переструктурирую, да? Ну вот, и от этого и материал, как бы, форматирую. Поэтому, а иногда, кстати, тоже фишкой могу, такой лайфхак, да? Я некоторые вот эти вот встречи с магистрантами, специально не называю лекцией, да? Я говорю, ребята, а вот это у нас занятие будет без записи. Пропустили ваши проблемы, да? Запись вести не будем, почему? Потому-то, потому-то, потому-то. Там есть нюансы, там, сложная тема, или она там требует того, ну, например, психоанализ, да? Вот у нас психоанализ одаренности. Сложнейшая тема, но интереснейшая просто. Я не буду это под запись читать. Почему? Потому-то, ну, во-первых, мы понимаем на кой черт, так сказать. Ну, а кто принимает это решение, что можно под запись отдавать, что читается вживую? А у нас нет требований все записывать. Давайте так, да? Кто сказал, что преподаватель обязан записывать свои лекции, когда он работает в дистанте? Никто. Это понятно, да, что не обязаны. И в целом для преподавателя, который так посидит, думает, мне сейчас надо убиться, умереть и записать курс на видео, либо я просто буду каждый вторничек по полтора часа читать, как обычно. Конечно, легче просто каждый вторник по полтора часа тратить время, чем прописать, продумать все вот эти видеоходы, презентацию и так далее. Слушай, ну вот ты сказал про нормативку. Нормативно нас еще сдерживает то, что, вот как я в самом начале сказал, лекция 15 минут, ее записать однозначно проще, чем лекция полтора часа, и чтобы люди это смотрели потом. А у преподавателя в его нагрузке есть полтора часа, и он полтора часа должен что-то делать. А если он запишет лекцию на 15 минут, спросит, а где остальные минуты? А как так получается, что вживую я буду читать полтора часа, а запишу на 15 минут? То есть я и вживую мог в 15 минут по-хорошему выступить? К вопросу уже о форматах, в каком-то формате, ну вот мы же знаем, вот это сейчас любимое всеми, там смешанное, как-то flip it classroom, там, значит, это все, да, по-английски. Здесь же вопрос какой? Ты можешь записать 15 минут, да, но потом оставшееся время обсуждать это. Понимаешь, если это интересный, опять же, контент. Это же не лекция, если я что-то обсуждаю, я не читаю лекцию. Это же не классическая лекция, но тоже могу поделиться опытом. Я сейчас, чтобы не потерять мысль, я к тому, что, то есть, получается, что видеоформат позволяет полтора часа в 15 сжать, или я неправильно понимаю? Нет, неправильно. Здесь речь идет больше про то, что ты вот эти час-двадцать должен препарировать по удобоваримым кусочкам. По мини-темам. Да, там, ну, от 7 до 15 минут. Как пицца, ты ее можешь целиком съесть одним куском, а можешь разрезать и... Ну, то есть я разбиваю там полтора часа на 5 по 15 минут. Да, ну да. 3 по 15. Ну, вот эти, говорю, вот мы в том году большой проект реализовали, значит, назывался «Психолог детского коллектива». У нас в дистанте училось 1400 классных руководителей Москвы, да, и вот принципиальная установка, значит, нам была, когда мы проектировали еще только, да, что никаких вот этих огромных лекций, да, потому что народ помрет, там, так сказать, стухнет, да, пока это все будет. И мы что делали? Мы препарировали, то есть у нас куча преподавателей записывалась, вот как раз по эти 15 минут, и сейчас у нас же ресурс, есть вот это «ОК МГПУРУ». И большая часть этих лекций, в том числе, сейчас в открытый доступ мы выложили. 1400 классных руководителей, это, конечно, интересно. Это был очень круто. Я не все у тебя включали камеры. Интересная вечеринка. Ну, тогда еще это был 20... Я говорю, я почему про 23 марта? 2058 год. В Microsoft Teams можно увидеть 1400 людей на экране. Но очень-очень педагогических руководителей. Такая ветка в разговоре, мне кажется, она мелькнула, но вот у меня вопрос есть такой прям откровенный, я знаю, что это твоя тема. Сейчас мы услышим длинную лекцию на эту тему. Надо сходить за... Преподаватель может быть некреативным? Ох ты, какой вопрос хороший. А кому он нужен? Не знаю. Но вот преподаватель, который знает свой материал, он занимается исследованиями, он может рассказать о результатах своих исследований, он прекрасно знает научное поле по своей теме, но он некреативный. Тогда преподаватель выполняет роль робота-бота, я так понимаю, по передаче знаний. Но тут есть хитрость. Нет, на самом деле, Сулак сейчас взял, логическую подмену такую сделал. Да, смотри, если он исследователь, исследование – это тоже область креативности. То есть не надо креативность зауживать до, не знаю, артистизма какого-нибудь, да, там, актеров и так далее. Но не артистичный. Это разные виды творчества. Не артистичный. Очень классный исследователь, даже авторитетный в стране и мире, но не креативный в плане публичного выступления, в плане вот этих вот сделать брейк на три минутки что-то рассказать. Он выходит на полтора часа, он знает материал прекрасный, он его выдает. И студент смотрит уже на 23 минуты. Это эксклюзив контента, да. То есть он, например, нигде не публиковал. То есть одно дело, если он опубликовал это все и пересказывает, да, ну, конечно, я лучше пойду там скачаю да почитаю, да. Но если, например, этот эксклюзив вот горячий, да, он еще нигде не распространился, он единственный носитель этого эксклюзива, то люди, которые… ну, понятно, что, как это, ты не червонь, всем не понравишься, да. Наверняка найдут студенты, которые уснут, кто скажет, да, ну, сколько отече, какая, да. Но придут те, кому интересно вот именно эта тематика, да, это содержание. Знаешь, и тогда иногда надо преодолеть себя, я уже с позиции студента говорю, да. Ну, вот, для того, чтобы этот… вот пример просто приведу, ассоциативно, вот я еще когда студентом заканчивал МГПУ, у меня были некоторые преподы. При этом знакомиться. Здрасте, вообще-то. Алю мне, так сказать, выпускник, да? В эндаумент вкладываете, я надеюсь? Естественно. Ежемесячно. Я не заканчивал, я тоже вкладываю, поэтому. А это никак не связано. Вкладывать надо всем, и да. Нет, я у меня ежемесячно, я написал заявление, мне там определенный процент идет в эндаумент. Больший? Наш эндаумент, да? Все? Ну, просто на всякий случай много разных эндаументов есть. Так я к чему это, почему вспомнил-то про студенческие годы? У нас там были преподаватели, понятно, там некоторая там скукотища была жуткая, мы воевали против них, да? У меня, кстати, один раз чуть на второй год не оставили. Больше скукотища было или не скукотища? Нет, дожди, а были преподаватели, которых мы ни черта не понимали? Вот тут он хорошо говорит, да? Вот круто говорит, сложно говорит. И ты сидишь, пухнешь, так сказать, думаешь, что тут, как через это продраться, да? Но проходит время, и вот сейчас, например, там спустя 20 лет, когда у меня у самого уже 20-летний опыт педагогический, да? Я вот тех преподавателей, пусть и здоровьем, так сказать, и долгих лет жизни, да? Я сейчас их начинаю понимать, и всем говорю, ребята, я вот учился у него, тогда ни черта не понимал. Ну, у них интересно, но ничего непонятно. А сейчас я понимаю эту глубину, конечно? И вот эта преемственность, это на самом деле очень важно. То есть, ну, понятно, это же работают вопросы психологические, да? Все не освоишь, что называется. Есть вещи, которые требуют вот такого, знаешь, интеллектуального вгрызания. Почему мы говорим, что грызнет там гранит науки этот? Это вот про эту историю. Поэтому ничего страшного нет. То есть, получается, что некреативным преподавателям нужно быть креативными в подготовке своего материала? Ну, в том числе, да. Ирия, а я так понял, что некреативный преподаватель – это плохой преподаватель. Давай, давай, давай. Разные степени креативности, разные. Конечно, разные сферы применения креативности, раз, да? Вот, если ты говоришь некреативный, то есть, кто такой некреативный? Это, знаешь, это вот, если вот проводить аналогию со старыми временами из 90-х, это те, кто сканировал страницы учебника, выходил за это, потом совершал какие-то странные действия, значит, с этой кафедрой, да? И вот там час двадцать всех усыплял. Иногда сам засыпал на этой кафедре, да? Да. Вот. Конечно, такие, какая ему разница, ему за кафедру поставь там, в дистант посади, да? Будет одно и то же. Вот это некреативный, да? Все остальное – это уже разновидности. Там интеллектуальное творчество, там артистическое какое-нибудь и так далее. Ну, тут еще можно дойти до абсурда, и креативность может вылиться через край, и когда преподаватель вместо ведения занятия своей креативностью, рассказами анекдотов просто уведет студентов куда-нибудь, а они будут изучать все самостоятельно. Ну, зато здесь он работает через любовь. Таких преподавателей любят, да, а любовь творит добро. Можно прям обнять хочется. Прям даже не знаю. Ну, получается, то есть, если преподаватель не креативный, то он или плохой преподаватель, я же запутался, честно говоря, то ему дистант Teams онлайн – это, конечно, напряг. Плохому не важно. Вот дистант, не дистант. Плохому все напряг, видимо, да? Да, плохому танцору мы знаем, чем я говорю. Ну, это и хорошему не важно. И хорошему не важно. Да, и хорошему не важно. Смотри, нет, хороший преподаватель прекрасно адаптировался в дистанте. Прекрасно адаптировался в дистанте. Ну, вот, за счет и своей харизмы, потом народ, ну, знаете, вот полтора года прошло, сейчас очень, кстати, интересный феномен возник. Вот еще один вопрос, который меня мучает, да? То есть, есть преподаватели, которые просто вот чудеса показывают в дистанте, иногда сам вот залипая, там, на вебинарах, там, ну, там, какие-то послушать, да? Вот у нас в университете работает Наталья Юн. Просто вот я ее впервые, когда увидел, прям вот влюбился, что... А что она читает? Ну, она не читает, она больше с педагогами работает, да? Ну, я к тому, что вот я видел, как она вообще жонглирует этими инструментами. Так интересно, я там, наверное, эти инструменты сам не знаю, да? То есть, у нее проблем нет. Есть вторая сторона, да? Есть люди, которые за полтора года вообще непонятно, что делали в дистанте. Я вот до сих пор на некоторой конференции там присоединяюсь, да? Вот, особенно, не дай бог, если модерирую. И вот там 50, а то иногда 70 процентов я учу людей, как в каком-нибудь там Zoom, и Тимси, не суть важно, да? Запустить демонстрацию. А это преподаватели, которые полтора года сидели в дистанте. У меня вопрос, как вы там сидели? А потом будут говорить, что дистант плохой. А я расскажу, чем они занимаются. Люди искренне ждут, когда все это закончится. И вернется нормальное время. Да, и они первые как раз вот такие агрессивные бойцы за то, что дистант плохой, там дистант надо запретить и так далее. Не надо ничего запрещать. Но это хорошо, потому что они неправильно обычно говорят в микрофон, и их не слышно. Они много чего делают. Правильно, да. И хочется вот действительно обнять, сказать, пойдем поучимся немножко, да? Ну, там много вот таких лайфхаков. Но мы, кстати, очень много чего делали. Вот я имею в виду наш университет вот эти полтора года. Очень много чего делал и для регионов, и для Москвы, вот там по обучению. Ну, это, мне кажется, как бы с мертвой точки дела сдвинулось еще тогда, в 2020 году. И это очень хорошо. Я еще вот, мне на ум приходит университет один, он называется Минерва. Они работают, у них вообще интересная схема, они работают целиком в дистанте, причем они работают по разным городам, но при этом студенты живут, у них быт как бы совместный, что-то вроде общежития, а все обучение в дистанте. И у них очень высокие показатели там и по образовательной и так далее. То есть это показывает, что модель дистанта, она вполне себе применима для достижения высоких образовательных результатов. Если правильно это все распланировать, если материалы преподаватели будут адаптировать под этот формат. Да. Тут еще от мотивации зависит. Да, это вот главная такая точка. Вот мотивированному студенту, в принципе, тоже все равно, где учиться. Ну, если еще и дистант качественно организован. То есть мы все время удерживаем контекст качества. Мотивированный студент прекрасно вот так вот все вычерпывает. Это идеальная жизнь, это креативный, хороший преподаватель, мотивированный студент, в принципе, и пофигу, где их. Отсюда, конечно, отсюда следующий вопрос, как вовлекать. Здесь вот почему я говорю, что надо проектировать каждую встречу, продумывать ее наперед, что я дам, какие у меня заначки, есть ли у меня рояль в кустах, на случай, если здесь там отвалилось или что-то не так пошло. То есть вовлекать. Но все равно опять, вот я говорю, 100% вовлечь, это, конечно, чудеса. 100% и аудиторию-то не вовлечет. Ну конечно, да, 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 то же самое. Здесь просто с одной стороны у нас появляется больше точек отказа, например, что-нибудь упало, упал интернет или плохо слышно или еще что-то. Но с другой стороны и в аудитории кто-то не дошел, опоздал, пожарная сигнализация сработала. То есть в общем-то все то же самое, только в профиль. Если у нас есть базовые вот эти возможности по организации занятий. Да, да. На самом деле, вот здесь вот если техническую сторону брать, я вот заметил, там многие говорят, ой, у меня там старый телефон, или там, у меня старый компьютер. Все прекрасно на них работает, надо просто их настроить по-человечески. Да, у нас же народ как, вот, например, тот же ноутбук забьет всякой ерундой. Тут, ты говоришь, я вот иногда говорю, откройте, покажите экран, откройте ваш трейд, да. Чего там только не стоит. А вот это у вас, говорю, иконка здесь, зачем стоит, да. А я сама не знаю, что это такое, там сам не знаю, да. Ну, там какие-то антивирусы непонятные, какие-то там Яндекс, Эмейлы, что такое. Что такое нет, ты подрабатываешь юникейщиком еще. Ну, а антивирус, как, вот, очень просто. Ну, у меня маке давно, на мак не нужен антивирус, а на обычный компьютер нужен антивирус. На всех современных операционных системах он встроен уже. Встроен, конечно, в Windows еще в семерке, по-моему. А я могу, откуда, да, у меня с 2000 лет. Нет, а он как раз не мешает. А они ставят внешний там всякий там, ну, не будем произносить вслух, да, чтобы никого не обижать. Никого не надо обижать, но произнесем. Ну, любой популярный, бери там, Аваст, Касперский и так далее, да. Его же надо настроить. В исключение, да, вносить. Конечно. А у нас же народ не знает, как работает это. Вот, иногда говоришь, ребят, откройте трейд. А что такое трейд, да? Ты говоришь, а откройте, пожалуйста, трейд. Нет, ну, вы продвинутые люди, конечно, вы хотите, как бы, от каждого... Современные компетенции. Сейчас мы уйдем в эти самые, размышления, навыках какого-то цифрового века и так далее. Да, не знаю. Вот, знаете, мне кажется, это такая утопическая немного история. Ну, требовать от академических людей, преподавателей университетов... Нет, возможно, это университеты будущего такие, но... Это как речь про то, что исчезла профессия звонаря, или как там, который будил палкой в окно людей. Ну, как бы, раньше не представляли, когда будильников не было, раньше она была. Не было будильников, специальный человек будил палкой в окно стуча людей в определенное время. Но она исчезла. А люди до сих пор подают за ее вакансии, типа резюме отправляют. Где можно будить людей? Или люди, которые зажигали фонари тоже. Много, да. Но мы все равно понимаем, что мир меняется, и в любом случае компетенции нужно... Ну, хорошо, на ваш взгляд, профессиональный взгляд, экспертный взгляд, вот есть, например, Microsoft Teams, такая специальная платформа, богатая, большая, для того, чтобы дистантно вести занятия, вообще создавать вот эту экосистему. Вот средний преподаватель, на сколько процентов используют возможности Teams и других смежных приложений? Минусовые значения сейчас будут, да? Нет, это все зависит от того, ходили они ко мне на занятиях. Мы, предположим, не ходили, но при этом работают. Смотри, на самом деле вопрос сложный, сразу делаем поправку, да, что в статистике такой никто никогда не собирался. Естественно, я при этом и спрашиваю, так, на взгляд. Обычный преподаватель, который не обучался, для него, конечно, Teams, Zoom, Skype, это все приблизительно, так сказать, одного полиягоды. То есть он рассматривает... Телеграф. А это не одно и то же, да? Это абсолютно не одно и то же, да. То есть он рассматривает все эти штуковины как систему видеоконференц-связи, да? Где вот можно выйти в эфир, показать демонстрацию. Иногда тебя видно. Да. И так далее, да? Вот. То есть очень поверхностное, да, представление. Тот, кто погружается, да, тот понимает, что, например, Zoom — это система видеоконференц-связи. Хорошая, плохая, тут можно много спорить, там, да, кому-то нравится, не нравится, но она... Она цифрами показала свои востребованные, да, там, сколько у них, там, уже 200 миллионов, там, или сколько-то пользователей. Teams, надо понимать, это не система видеоконференц-связи. Это действительно платформа модульная, да, как часть экосистемы, большой системы разных сервисов, где все между собой интегрируется, где можно очень здорово... Это нельзя назвать LMS, да? Совместная работа, система совместная работа. Да, но во многих вещах она уже, по сути, заменяет... Вот мне, например, для моих задач, да, уже LMS не нужна, там, классический Moodle, там, или еще какой-то, да? Да, но почему? Потому что я все это могу сделать в Teams, я задействую еще дополнительные сервисы, там, Stream, там, Forms и так далее, да? Вот, но понятно, что преподаватель, как бы, как обычный нормальный человек, да, вот, он сам не будет погружаться в это. Поэтому мы что делаем? Мы, например, в университете проводили целую серию вот таких программ повышения квалификации для преподавателей и показывали эти возможности. Я, знаете, как здесь рассуждаю, мне очень нравится эта аналогия с предвыборной компанией Трампа, да? Вот Трамп говорил, что мы должны сиять так, чтобы люди сами захотели к нам потянуться. Ну, я не помню дословно этот слоган, но можно пробить, да? Вот, так и здесь, я всегда говорю, не дистанк страшен, не инструменты страшны. Вы покажите, как они могут эффективно применяться, да, и люди сами захотят ими воспользоваться. Почему? Потому что качественное их использование снижает твою нагрузку. Вот вы наверняка там видели кучу отчетов, где все говорят, у нас нагрузка растет. Почему она растет-то? Потому что неправильно, вы не можете пользоваться. Если вы качественно вот освоите, начиная с Outlook элементарного, да, где у тебя все в календарике прописывается. Задачки всякие, да. Да, там, task и прочее. И уже сложными там вещами, да, вот там, с Teams, со всякими наворотами, там, структурой. То есть, ты один раз подготовил, я вот тебе говорю, это как инвестиция в себя, да. Да, ты потратил сейчас там некоторое время, но потом тебя эта инвестиция на несколько лет, так сказать, бережет твое время. Ты можешь потратить на себя, на семью, на детей, там, так сказать, покутить где-то, если очень хочется и так далее. Ну, то есть, Teams, Zoom 1.0, да? Ну, для меня однозначно. Да, 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 можешь 2.0 уже писать. В первом теме. Ну, смотри, тут еще дело в том, что вот ты говоришь про проценты. Не у каждого преподавателя есть необходимость в 100%. Очевидно, что теоретическое занятие по плаванию требует совершенно другого инструментария, как, например, занятие в дистанте у дизайнеров, где у них должна быть общая доска, где у них там нужно обмениваться идеями, там, там, голосовалки всякие и прочее. Поэтому здесь нельзя, так сказать, в общем и дать какие-то цифры. Надо исходить из конкретных направлений, конкретных предметов. Конечно. Тут можно вспомнить Карла Маркса. О! Да. Цель как закон. И Фридриха Энгельса. Ну, цель как закон определяет способ, характер действия. Вот о чем Руслан сейчас говорит, да? То есть, вот надо сначала понять, от каких задач мы идем. Содержание задач, сложность этих задач. И под них смотреть, какой функционал, то есть, какие цифровые инструменты могут закрыть это, могут закрыть это. Потом у цифры, на самом деле, ведь очень много возможностей. Я одну и ту же функцию могу реализовать совершенно разными ходами. Я вот специально иногда показываю, да? Вот отвалилась, ну, вот не дай бог у тебя там записная книжка зависла там, да? Я то же самое могу сделать другим инструментом. Или, например, там вот, ну, народ научился пользоваться доской, да? Да, вот этой цифровой. Все дружно ушли в телефоны, это так интересно, да? Да. Вот доской, да? Ну, доска, ну, зависла, ну, всякое бывает, черт-чет. Я что могу сделать? Я тут же открываю в облаке PowerPoint, даю к ней ссылку доступ всем, да? Чем тебе не... Та же доска, на самом деле, еще более функциональная, да? Это отвалилось. Еще могу эту же функцию там с третьим инструментом сделать. И получается, что у тебя в дистанте, на самом деле, гораздо больше возможностей исправить ситуацию. Тут я согласен, да. Но надо про них знать. И второе, есть определенные проблемы, которые, ну, нерешаемые, да? Которые невозможно решить через дистант. Или там то, что какие-то ограничения программного обеспечения есть пока. Или там качество связи, но в основном все упирается именно в незнание. Ну, это вопрос цифровой компетенции. Компетентности. Так, ну, хорошо, но вот завтра все заканчивается. Ковид, все, QR-коды уже не нужны. Просто все приходим на очные занятия. Как будет ситуация складываться? Вы не перевернетесь? Слушай, ну вот если говорить про студентов, мы поговорили, я бы хотел бы про сотрудников еще, например, поговорить. То есть мы видим по миру массовые тенденции про то, что там большие компании, типа Twitter, они, в принципе, уже вводят пожизненно, что те, кто хочет, они работают в офисе. Те, кто не хочет, они работают на дистанте. На мой взгляд, это вполне разумная идея. То есть если я трачу на дорогу там по 4 часа в день, 2 часа туда, 2 часа обратно, то я более эффективно их бы использовал в дистанте. У студентов во многом так же. И у преподавателей так же. Поэтому, на мой взгляд, было бы правильно все-таки дать какую-то свободу, когда даже закончится у нас этот период. И когда мы отменим QR-коды, если мы их когда-нибудь отменим, то свобода такая должна быть. Потому что вернуться к старому довольно сложно будет. Ну это будет сенсация, конечно. Но очень многие захотят вернуться. Здесь надо, я думаю, тоже быть готовыми. Потому что, знаете, как охнелегкая эта работа, из болота тащить бегемота. В смысле студенты захотят кинуться. Студенты разные, преподаватели разные. Есть же статистические распределения. То есть весь вопрос... Понимаете, я не знаю, насколько вы потом вырежете. Посмотрим. Вот есть проблема, она грубо называется, воинствующих посредственностей. Вот в чем особенно... Вырезай. Срочно. Заканчиваем. Нет, здесь я ее не в отношении дистанты и преподавателей. Я ее в отношении, например, людей творческих. Возьмите историю, начиная с Сократа, или художественное произведение братьев Стругацких «Трудно быть богом». Мы всегда видим войну новаторов и таких адаптеров, ремесленников, которые там... Моцарт и Сальери и так далее. Вот посредственность, она не всегда, а часто не понимает людей талантливых. Поэтому она что делает? Поскольку она не может дорасти до этого уровня, она пытается опустить ее до своего уровня. Понятно, что мир и высшего, и среднего образования, он тоже в этом смысле очень разнообразный. И есть как раз и такие, и такие, и такие. И вот обычно те, кто находится ниже... Точнее так, среди них есть те, кто хочет вырасти до этого уровня, а есть немало тех, кто пытается опустить этих до своего уровня. И вот тут важно, кто победит, что называется, в этой динамике. Ну да, да, я забыл сейчас имя этого мыслителя. Вроде это был Тойнбе. Это творческое меньшинство и большинство нетворческое. Меньшинство задает тренд, все думают, что это за фигня. Потом все становятся жить так, меньшинство становится уже большинством, и появляется уже новое меньшинство. Ну, если большинство не съело меньшинство, здесь надо понимать, да? Но вот здесь это аналогичная ситуация тому, что происходило с появлением компьютеров или с появлением там мультимедийных средств. То есть раньше, когда все писали на доске там мелом, а тут внезапно появились там проекторы первые. Тоже же все изначально говорили, а нафига нам проектор, мы вот мелом удобнее пишем, там пока зависнет что-то, еще что-то. Разумеется, нужно время. Ну, и время само по себе расставит все на свои места, и мы поймем. Лично мой взгляд заключается в том, что здание – это как такая область публичного пространства, которое можно различным образом эффективно или неэффективно использовать. Если у кого-то более эффективно использовать обучение через дистант, то надо давать им такую возможность. А здание сдать в аренду и в Макдональдсе и так далее, да? Нет, ну тут, смотрите. Ну это вообще дико интересная тема, да? Очень интересная. Она обсуждается во всем мире. Что будет с университетами, если реально это уже так? Ну, смотрите, здание никуда не денется. Почему? Потому что пространство трансформируется. Оно становится пространством коллаборации. Конечно. Пространством создания коворкинги всякие. Пространством создания коворкинги всякие. То есть вот очки хорошо встречаться для чего? Для креатива. Потому что вот мы сейчас сидим, мы посмеемся. Мы в интернете, конечно, в дистанте можем так посмеяться, да? Ну ты иногда там кофейку себе налил, да? Что-то какие-то там шутки. А то у тебя там окошечко с контактом уже не так смешно, потому что ты там читаешь что-то, да? Нет, ну вот Сулак у нас как главный концертмейстер, или как это называется правильно? Концертмейстер? Это как звонарям. Шоумен, да? С этого начать надо, прям в начале сразу. Шоумен, да? Ну мы же понимаем, что вот мы приходим на концерт когда, да? Ты же поддаешься вот этой массовой эмоции, да? Там когда входишь в эти вибрации, флюиды, там, что там еще какие-то шаманские все эти дела, да? Ваши. И Сулаков, Бумин там бьет. Так, все, больше Комарова не зовем на подкасты. Да, это так. Но нет, на самом деле есть люди, у которых скиллы-то и в онлайне такие же. Конечно. То есть вот это чувство и номера. Это само, нет, я про другое. Я про синергию, которая возникает вот в массе, в толпе. Да, это конечно. То есть дистант, он в этом плане более рационален. Это не значит, что там нет эмоций. Там прекрасно есть эмоции. Но ты в дистанте, может быть, не войдешь, грубо говоря, в экстатическое чувство. Есть экстатическое чувство. Есть люди, для которых очень важна вот эта обратная связь. И для них дистант, конечно, страдание. Вербальное. В этом мире, да. Вот я могу сказать, что преподаватели зависят. Если преподаватель не организовал обратную связь, то он будет страдать. Если он организовал обратную связь. Слушай, но есть с другой стороны еще. Если в аудиторию мы физически не впихнем больше 50 людей, то дистант там 5000 человек, 10 тысяч человек. Ну, там у тебя, конечно, не та же самая связь будет. Но твои флюиды дистанционные все-таки будут долетать до 5000 людей. Конечно, да. Но эти 50 человек, которые самые активные, они и там будут активные. Конечно. Так что флюиды, в общем-то, передаются. Конечно. Есть нюансы. Нет, ну, понятно, смотрите, живая вот жизнь, она, конечно, нужна. Такое ощущение, что мы подобрались к теме нашего разговора, как передаются флюиды. Да, да, да. Мы наконец-то разговорились. Ну да. Вот как, слушайте, а как думаете, вот студентов не разбалуем совсем вот таким подходом? Смотрите, камеры не включаем. В целом кто-то уже записывает. Это в целом-то тенденция такая, что студенты не включают камеру. Все-таки надо быть трезвыми. По большей части, да. Нет, ну ты введи требования. Введи требования. На самом деле, вот, ну, там, при желании можно на уровне университета ввести. Слушай, ну мы сейчас выпадем опять нормативку, а как мы можем давать требования? Ну понятно, ну да, с юристом надо все согласовать. Понятно. Ну так вот, и мы еще студентам говорим, что смотрите, мы просекли фишку, что вообще не надо вам тратить время на слушание лекции, мы сейчас вам еще их запишем. Ну то есть не отдаем ли мы студенту как бы намек, что в целом на лекции ты можешь не ходить, вот те видео, а в принципе ты его можешь и не смотреть. Ну у нас же студенты не в рабстве, мы в принципе не можем их заставить там что-то делать. Они пришли сами в университет, они сами его выбрали. С этой точки зрения. Да нет, тот сулак-то он сейчас манипулирует. Я понимаю, нет, он всегда нами манипулирует. Вот, он же на самом деле что делает? Он взял, вырвал из контекста кусочек, да, и пытается нам, значит, это дело... Какой кусочек ты вырвал? Важный, важный, черти. Короче, значит, смотри, да, ты же ведь зачем лекции записываешь? Для того, чтобы высвободить время как раз для интеллектуально-творческой работы. Более полезного, да, конечно, да. У тебя развитие же не идет только от потребления... Понимаешь, когда ты потребляешь контент, да, без интеллектуального напряжения, ну а чем это отличается от того, что сидишь там, не знаю, в инстаграме там или в чем-то, там там-то просто разница, грубо говоря, качество контента разное и все, да. Ну вот, ты же высвободил время, а дальше проектируй, как ты будешь взаимодействовать, как ты будешь обратную связь давать, там, будешь ли ты там с ними, я не знаю, там, мозговые штурмы какие-то делать, там, или еще что-то креативить. Ну, смотрите, есть у вас вот студент по фамилии, например, сейчас, чтобы никого здесь не обидеть. Риманов. Да, типичная фамилия Иванов, Петров, Сидоров, Сульма. Есть студент Петров, вот он немотивированный, он на живых лекциях сидит в инстаграме, а вы записали ему лекцию в видеоформате, говорит, Петров, смотри, вот, чтобы мы потом время не тратили, ты посмотри видеолекцию, а мы на семинаре это обсудим, он же не посмотрит. Не посмотрит. Ну, подожди, у тебя же есть академические требования, да? Ну, вот, в чем плюс цифры? Тимс, Мудл, там, любую систему, кроме Зума, бери. Вот, я же знаю, открывал он это видео или не открывал. Понимаешь? Другой вопрос, смотрел он не смотрел, вот это мы пока заловить не можем. Ну, я думаю, там, сколько-то лет заловим мы это, да? Ну, ты же знаешь, вот сколько он там провел время на этой странице, да, там... Тотальный контроль, большой брат. Нет, а ничего плохого нет, потому что система образования, понимаешь, это же не, как бы, развлечение, да? Это нормальная интеллектуальная работа. Ну, вот, я не говорю, там, что это какое-то насилие, там, или что-то. Ты же делаешь осознанный выбор, ты идешь в вуз, на кой черт ты? Когда студент Петров на паре листает инстаграм, меня слушание преподавателя, он точно так же делает осознанный выбор. Опять же, мы вернулись к тому, что просто меняются инструменты, форма. Конечно, да. Не меняется содержание, не меняется контент, не меняется суть. А вот дальше, например, смотри, ты вот дал посмотреть, начинаешь организовывать групповую работу, например, разбил их там по переговорным комнатам, с сессионным залом, там, как угодно называть, да? Ну вот, разбил. И получается, что там 9 человек посмотрели и начинают активно работать, а он инородное тело, понимаешь? Он встает перед выбором, на самом деле, да, вот быть ему таким, так сказать, изгоем, да, или же включаться со всеми. А народ там начинает генерировать. Вот у меня магистрат, знаешь, как интересно, я там комнаты эти делаю, там, перехожу иногда. Да, так, подсматриваю, там, где-то подсказываю, что-то там, да? Вот очень интересно, понимаешь? Народ заводится, у них движ идет, да? И этот инородный, так сказать, сидит. Ну, не нравится тебе учиться, ну... Да я думал, вы скажете, что мы Петрова отчислим на первой сессии, а вообще мы ориентируемся на лучших студентов. которые... Нет, ну а так и плохо. Ну почему, а с программ же отчисляются. Да. Мы отчисляем, да. Если ты не отработал, нормально, но есть же требования, да, там, включить... Если только он не смотрит Инстаграм препода. Дополнительный материал. Да, 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 да. Так, ну классно. И ты все это компенсируешь, то есть никаких проблем, только те цифры действительно дают, на самом деле, больше контроля и прозрачности. В аудитории, когда у тебя сидит 30 человек, у тебя два глаза, и как бы ты ими не вертел в разные стороны, ты не можешь одновременно с 30 снять обратную связь. А Роман говорит про то, что в Тимзе и в прочих системах, кроме Зума, он может это сделать. 3-0. 3-0. 3-0. Это уже разгром. Нам гонг нужен. Да. Потому что, ну очень много интересов. Понимаешь, я вот даже вот простой пример, ну он правда уже немножко другой, да. Вот я могу, например, с помощью Microsoft что сделать? Вот я даю видеозапись. И это можно делать для того, чтобы проверить человек, как бы я смотрел или не смотрел. Например, залил лекцию в стрим, да, а в этот стрим внутрь вставил тест по этому содержанию, но никому про это не сказал, да. Человек, который действительно у тебя посмотрит, вот у него, вот он смотрит, смотрит, у него раз там на пятой минуте, например, открывается опрос, пум-пум-пум, ты отвечаешь, Все, нажал, система все фиксирует, кто это, то есть анонимно ты это не сделаешь, только с авторизацией, да. Пошел дальше, досмотрел, там в конце еще что-нибудь нежданчик какой-нибудь, да. Хупс. И ты сразу понимаешь. То есть ты сначала видишь вообще, кто у тебя открыл это задание, да. А потом сразу по ответам, видишь, смотрел он или не смотрел, понял он или не понял, да, там завалил, не завалил. Ну это круто. Страшный человек. Очень круто. Конечно. А вот как ты думаешь, за сколько, например, если взять, сколько у нас преподавателей в университете? Сколько? Да, я могу сказать. Тысячи, около двух тысяч, да. Округлим. Два косаря. Рубрика «Два косаря». Главное, чтобы не премия. Значит, две тысячи преподавателей. Две тысячи преподавателей. Ты можешь получать тысячи. Две тысячи преподавателей. А за какое количество времени можно всех, грубо скажу, пропустить через какой-то курс, который научит все это делать? А ну, очевидно, что всем надо научиться. Курсы – это одно, а другое. Дело, чтобы ты прошел курс и забыл, другое дело, ты прошел курс и начал использовать. А можешь вообще не проходить курс, начать использовать. Мне кажется, тут надо работать в первую очередь с мотивацией. Прошел курс, в университете еще параллельно какая-то, может быть, есть служба, которая вот методически поддерживает, контролирует даже, возможно, преподавателей в этом. То есть всех преподавателей ввести в это смысловое поле, потому что то, что делает Рома, очевидно, делает меньшинство преподавателей. Ну, статистики нет. Я говорю про то, что все сервисы вот так использовать, смотреть, внедряться, да. Ты же нужна еще и страсть для этого. Ну, конечно. Не только те самые цифровые скиллы, о которых мы говорим. Вот сколько нужно времени? Всю жизнь. Учиться всю жизнь. Можно за три встречи по два часа все это прокачать? Ну, вот давайте так, просто по реальному опыту. Мы же проводили несколько программ повышения квалификации. Во-первых, на саму программу приходят люди мотивированные. Конечно. Ну, точнее, как, есть часть мотивированных, часть, которые просто узнали, они еще не совсем понимают, куда идут, но приходят, тоже зажигаются и обучаются, да. Я бы здесь вот эту проблему рассматривал так. То есть, например, на большие аудитории, на те же две тысячи, нам ничего не мешает в Тимсе сделать собрание и какие-то базовые, вот просто такой вот базу-базу, да. Ну, типа, чем проводник отличается, там, от браузера, да. Я его условно говорю. Вот. Это можно всем давать, да. Вот. Дальше можно работать, например, там с командами изменений. Вот мы как раз вчера, да, на ученом совете обсуждали. То есть, например, от каждого института ты берешь группу 10-15 человек, да, показываешь им эти фишки. Но у институтов есть своя специфика, да, иностранный язык, там, что у нас, педагоги, там, да, и тогда спортсмены и прочее. Вот. Явно, что им надо, как бы, это свое знание, да, и умение адаптировать под содержание, да. То есть, там появятся нюансы. Вот мы в свое время проводили очень классный такой, это Игорь Михайлович придумал такую фишку, сделать марафон, да, практик. И у нас со всех институтов три часа подряд педагоги показывали фишки работы в дистанции. То есть, просто вот очень интересно. Ты сидишь, просто такой калейдоскоп, там, у географов одно, что-то у этих другое, у музыкантов вообще третье, да. Вот. И вот такие команды изменения базу несут в институты, да, там чему-то обучают, они там это адаптируют. А потом можно еще раз несколько вот закрепить, можно продвинутые такие фишки делать для тех, кто вот хочет прямо, так сказать, с головой погрузиться. Тут вариативность огромная. Тут нельзя дать вот один такой рецепт, вот тебе молоток, иди там, забивай гвозди. То есть, надо более... Нет, здесь сам процесс должен быть разделен на разные части. То есть, первая часть, это нужно что-то, чтобы завлечь, и чтобы появились эти люди, которые придут смотреть. А вторая часть уже более образовательная, чтобы, когда мы показали, что можно делать, а потом уже показать как. Если мы сразу начнем показывать как, ну, все почешут голову, скажут, ну, нафига. Да, да. Но, смотрите, вот мы когда, например, обучали, да, вот мы же давали удостоверение о повышении квалификации, то есть, его же просто так никто не дает, да, то есть, ты должен выполнить задание, которое... И у нас, например, преподаватели, которые еще были новы с тем же Teams, да, то есть, они создавали команды, мы их учили красиво делать объявления, да, там, например, работать с тем же Форумсом, да, как правильно там этот опрос построить, как там доску использовать. А сейчас, например, в Teams, там, столько фишек новых появилось, вот, например, любят кто-нибудь рисовать на доске, да, вот, я думаю, ты, наверное, точно не знаешь, да, ты знаешь, про новую возможность в Teams с доской. Про доску? Да, про новый вариант, нет? Чем-то отличается от старой доски? Да, вот сейчас посчитайте меня, пожалуйста, я пойду. Вот сейчас фишка, значит, вот доска белая, да, значит, ты Teams выделяешь область, да, и дальше я маркером пишу на доске. А, полупрозрачная, да, все-все-все, да. Он вынимает ее, да, то есть, вот, если... И перед тобой ставит. Да, если люди, так сказать, из цифрового колхоза, они как делают? Вот они вот камеру вот там поставили, да? Цифровой колхоз – это территориальная идея. Вот, здесь камера, они что-то пишут там, а ты сидишь в дистанции. А микрофон там, они говорят в доску. Куда-то, да, в доску. Курсы не помогут. Помогут, они и надо, нет, в людей надо верить, понимаешь? Да. Потенциал есть у всех, да. Мы же про позитив. Говорит создатель термина – цифровой колхоз. Верьте в людей. Ну, да. Вот, и очень классная штука, да? Вот, ты любишь писать, вот, ты понимаешь, это уже какой-то диалектический такой виток возврата вот такого синтеза очки, так сказать, с дистантом. Ну вот, там же тоже не дураки сидят, кто это все разрабатывает. Ну вот, они же отвечают на запросы людей и педагогическую. Вот, кстати, тот же Microsoft, они же постоянно мониторят вот эти педагогические запросы. И под них, у них же там есть вот на юзервосе, там целое сообщество, периодически захожу, обманывая, через VPN. Там почему-то не заходит. Вот, там куча интересных фишек, они смотрят фишки, которые наибольшее количество голосов. Добавляют дорожную карту, что-то, да. Но тут же еще вопрос оснащения аудитории, вообще самих аудиторий. У нас же аудиторий классический, под живые встречи, форматы. А если, наверное, представить, какую можно делать аудиторию, да, уже со встроенными камерами, с экранами. С подвижными камерами, которые фокусируются на разных, там, частях помещения. Преподаватель стоит в центре, он видит экран с лицами. Автоотслеживание, автоотслеживание лица выступающего, там, всенаправленные микрофоны. Человек за окном, который палочкой бьет, что все, пара закончилась. То есть, есть же все равно эти люди, кто ищут эту работу. Дроны, подносящие маркеры, чтобы преподаватель не надо было сдавать. Вот. Ну и как вы думаете, вот ты с таким аудиторией появился? Ну, смотрите, это мы наконец приходим к изначальному замыслу, да. Это вопрос про гибрид, да. Но это моя точка зрения, с ней можно не соглашаться, да. Знаете, это я аналогию провожу, значит, у меня тоже аяль в кустах, да. Вот 1918 год. К блоку приходит Есенин. Так. И они разговаривают, там, ну, там разные темы, значит, и блок делает запись о том, что, как бы, поэзия — это, типа, особый вид творчества, да. Что это не подражание, как бы, природе, да, а что творчество — это отдельная природа. И он говорит, ну, вот здесь мы с Есениным, как бы, общими усилиями договорились. Так и мы сейчас наблюдаем феномен, когда у нас уже не вторая, а уже третья реальность появляется. То есть, знаете, вот у нас была привычная всем реальность вот а-ля очки, или то, что на Западе называется face-to-face, да, вот они же, вот мы сейчас с вами face-to-face сидим, да. Потом мы с вами за полтора года пережили дистант, да, там на Западе его тоже по-разному называют. Face-to-comp. А? Face-to-comp. Не, там distance, что-то, remote, там вот эти и так далее, да, там, это онлайн. Вот. А сейчас у нас появился еще гибрид. То есть, вот если вот мы 3D вот так нарисуем, у нас здесь будет face-to-face, дистант и гибрид. То есть, и гибрид предъявляет совершенно новые требования. Вот была первая ошибка в 2020 году, когда пытались из очки просто тупо перенести в дистант, и на этом провалились, да. А сейчас мы наблюдаем вторую волну таких ошибок, когда у нас дистант и очку пытаются каким-то макаром скрестить здесь. А это надо полностью переосмыслить, и надо переформатировать. Вот Руслан же правильно говорит, да, вот, когда у тебя преподаватель, у тебя вот здесь вот сидят студенты, а вот сюда ставят камеру, и он вот так вот тын-тын-тын-тын, да. Кроме как, так сказать, странных эмоций. Недовольны не те-не те, да? Конечно, да. Понимаешь, если у тебя микрофон... Не те-не те и не тот. Да, ты вот сидишь, у тебя петличка по-человечески, чтобы запись хорошая шла, да, а у него микрофон там стоит. И получается, в очке народ сидит нормально все слышит, а в дистанте, дай бог, если там, так сказать, никаких шумов, там и помех, и прочего, да. Понял, петличку отдай человеку нормально. Не, понятно, что если бы так бы все занятия, да, и 5 человек... Мы их обслуживали, конечно, да. Надо перепроектировать, две камеры должно быть, да, одна преподаватель, а вторая, чтобы зал... Преподаватель их переключал. Переключал, ну, либо, там, не знаю, там, через ОБС как-то это сразу настроить. Или еще ОБС, конечно, да. Ну, смотрите, раз мы об этом говорим, и вот эти у нас все предложения, это из слов складывается, и мы понимаем, какой должна быть аудитория, что должен делать преподаватель, то, очевидно, это не просто будущее, это вот прям ближайшее будущее, возможно, даже уже необходимое настоящее. Я бы сказал, смотри, гибрид, это вот на данном этапе, это пространство экспериментирования, да, то есть вот сейчас спроси, как правильно сделать гибрид, вот, ну, наверняка всегда найдутся такие умельцы, которые будут бить, там, в грудь и говорить, что я лучше всех знаю, да, я бы вот такую смелость не брал. Я бы сказал, что гибрид, это действительно очень интересный формат, да, потому что, во-первых, его надо спроектировать, раз, во-вторых, надо посмотреть результаты, да, потом некоторые результаты, они бывают, это уже не результаты, а эффекты, то есть срочные результаты, да, ну, то есть, ну, некоторый лонгитюд. А мы пока с вами вот здесь в этой стартовой точке, ну, и хорошо, понимаешь, и вот это к вопросу опять о творчестве или не творчестве, там, о креативе, да. Творческому человеку всегда интересно экспериментировать. Вот преподаватель, который открытый, который креативный, да, он скажет, о, прикольно, новый вызов, новенькая, да, давайте поиграем. Ребята, которые тоже никогда, там, наверное, студенты, да, когда не участвовали в этом, там, понимаешь, они тоже увлекаются. А понятно, что для человека-ремесленника, ну, такого, я сейчас с негативной коннотацией, да, такого вот, который всего нового боится, так сказать, трясется от всего. Ну, для него это ужас, понимаешь, ты универтизируешь, какой еще гибрид, да, верните мне перо, голубя, там, письма запускать и так далее. Ну, вот ты считаешь, что со стороны, так сказать, с верхней мы должны дать какой-то сценарий, как это должно быть, гибрид, или что это само как бы по себе организуется, и дальше мы проведем серию обмена опытом и... Само точно не организуется, ну, просто хотя бы элементарно потому, что структура очень большая, да, у нас там сколько, 20 тысяч студентов, да, это не считая, там, доп. образования. Красивый, да, у нас цифры, 2 тысяч преподавателей, 20 тысяч студентов. Да, 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 но у нас огромнейшее, в таких больших структурах, конечно, нужна, с одной стороны, некоторая руководящая линия, да, но, с другой стороны, еще нужна поддержка сопровождения. То есть, вот, кто будет обеспечивать... Обязательно найдутся такие инициаторы, да, которых не надо ни звать, ничего предлагать, ни скажут, все, ребят, просто не лезть, не мешайте, да. Ну, вот, вот, ко мне, например, не надо лезть, я сам сделаю, я знаю, что лучше сделаю, да, но есть те, кто, кому нужно вот это сопровождение организовать, подсказать где-то там, помочь, да, и тогда все получится. Понятно, будет процент некоторый с сопротивлением, но любое творчество, оно всегда преодолевает сопротивление, всегда. Не было ни одной истории, чтобы, так сказать, раз вот и вошел. Обязательно какой-нибудь этап. А вот, знаете, что я еще думаю? Что я устал пить воду из этого стакана, и хочется, конечно, уже кофе хорошенького себе сварганить, поэтому, мне кажется, хорошо поговорили. Посидели хорошо? Да, вода вкусная. Из одной вочки пойдем в другую вочку. Да, из очки вочку. Как бы это ни звучало. Чирс, как говорят народу. Ну да, ну мы час говорим, больше часа уже. Какой ужас. Это будут смотреть люди, да, целый час? Да, это люди будут смотреть. Ну, хлопнет кто-нибудь или нет? Да, это люди будут смотреть. Продолжение следует...